Всем привет! Вы смотрите Европа Плюс ТВ. С вами я, Элина Гейман и мое авторское шоу «Гармония звука». Бешеный ритм жизни, хронический недосып, неумение самостоятельно расслабиться и очистить голову от негативных мыслей повергает нас в состояние хронического стресса и усталости. Мы полностью теряем ощущение радости, работоспособности, утрачиваем цели и ориентиры. Как добиться ясности ума, ровного эмоционального состояния и избавиться от тревоги? Какие есть для этого инструменты? Об этом мы и поговорим в сегодняшнем выпуске. Не переключайтесь! Европа Плюс ТВ представляет новый проект, который научит каждого новым инструментом работы со своим внутренним состоянием. Авторское шоу Элины Гейман «Гармония звука» еженедельно будет рассказывать вам о новых мантрах и звуковых формулах, которые помогают сосредоточиться и успокоить ум. Мантры — это не просто набор слов. Каждый звук наполнен позитивными вибрациями, которые способны кардинально влиять на внутреннее состояние человека. Элина Гейман — телеведущая, актриса, певица, знает уникальный путь к спокойствию и гармонии и поделится им с каждым зрителем. А в современных реалиях и при чрезмерной концентрации информационного шума поиск баланса важен как никогда. Начнем открывать новый мир и новых себя вместе с Элиной Гейман. Голос является отражением нашего внутреннего состояния. Потому как он звучит, можно сделать вывод о здоровье и настроении его обладателя. Людей, которые не умеют справляться со стрессом, выдает прежде всего голос. Чувствительные люди под воздействием переживаний могут даже его потерять. Поэтому так важно уделять особое внимание голосу. Об этом и о многом другом поговорим со звукотерапевтом, гонг-мастером, преподавателем йоги-голоса и основателем йога-гонг-студио Викторией Яровой. Виктория Яровая — основатель йога-гонг-студио, гонг-мастер, преподаватель кундалини-йоги и йоги-голоса. Виктория открыла первую в России студию звукотерапии и магазин с уникальной коллекцией гонгов и перкуссионных инструментов. Сегодня Виктория Яровая обучает игре на гонге, а в ее багаже уже сотни выпущенных студентов по всей России. Что общего между музыкой и йогой? Как можно лечить звуком? Об этом и многом другом смотрите в новом выпуске шоу «Элины Гейман». Виктория, здравствуйте! Рада приветствовать вас в студии нашей передачи «Гармония звука». И первый вопрос вам будет такой. Как давно вы занимаетесь телесно-ориентированной психотерапией? Я занимаюсь ей уже примерно 4-5 лет. До этого была йога, звукотерапия. Это просто как дополнение. А что вдохновило вас стать мастером гонг-медитации? Что послужило толчком? Это длинная история, конечно. Она начинается с того, что я начала заниматься йогой, в частности, кундалини-йогой. И именно там я узнала, что такое гонг-медитация, как часть практики кундалини-йоги. И практиковала, была принимающим эти звуковые вайны, лежала на коврике, сколько-то лет это происходило. И в какой-то момент я осознала, что я хочу этим заниматься, что звук, конкретно звук гонга, это очень мощный инструмент. И инсайт, он, так скажем, укреплялся за счет практики. И в какой-то момент я поняла, что хочу этим заниматься профессионально. А ваша семья близка к традициям духовных практик? Нет. Я из обычной советской семьи. Но йогой я интересовалась, можно сказать, с детства. Почему-то меня манила эта тема. И уже мои дети, которые уже родились, ну, можно сказать, во время тех... В то время, когда я уже практиковала йогу, они в какой-то степени уже близки. А чем вы занимались до практики? До практики у меня была социальная карьера. Последнее место работы я была управляющей фитнес-клубом. А до того, в общем-то, в управленческом звене работала разных фирм. А какие конкретно произошли изменения в вашей жизни после того, как вы открыли для себя практики? Я бы сказала так, что сначала это был какой-то интерес такой, вокруг да около, немножко йоги, немного там духовной литературы разных направлений. Но потом случился переходный такой кризис, кризис среднего возраста, семейный кризис. В общем, по всем фронтам кризис. И после этого я уже глубоко занырнула в практике. В принципе, за спасением, за поиском каких-то путей, за тем, чтобы нормализовать свое состояние, потому что была всякая зависимость и депрессия. И, ну, в общем, есть инструменты, в том числе в таких духовных традициях, которые очень хорошо помогают выйти из кризисных состояний. И вот тогда моя жизнь уже перестроилась на новое русло. Я стала заниматься тем, чем хотела бы. А как гонг, медитация, йога, голоса меняет жизнь людей? Может быть, вы замечали изменения в людях сразу же после сеанса? Безусловно, и у меня такие изменения наступили, можно сказать, после первого сеанса. И у людей уже в процессе моей работы я, конечно, много замечала. Есть такое мощное воздействие звука, которое переводит нас в другое состояние сознания. Оно переводит нас из обыденного мышления, которое связано с тревогами, заботами, повседневностью, в другое состояние сознания, можно сказать, в расширенное состояние или измененное состояние сознания, где мы выходим из рамок повседневности и вообще, можно сказать, растождествляемся со своим эго, растождествляемся со своими привычными паттернами мышления, структуры мышления, во что-то новое, во что-то такое неизвестное нам. Это нас расширяет и даёт, как минимум, очень яркое впечатление, яркое состояние иного, непривычного. Ну, соответственно, такая нейростимуляция мозга, которая нас выводит в другое. Поэтому я испытывала эти состояния, и на практике, конечно, вижу, как у людей меняется состояние. Оно меняется от одного какого-то исходного в какое-то другое. И вот уже что с этим делать, как с этим взаимодействовать, это уже следующий вопрос. А как голос связан со всеми системами организма? Ну, человек – это целостная система, да. Это с помощью науки начали разделять человека, скажем, как-то его классифицировать, что у нас есть кровеносная система, нервная система. Там, пищеварительная и так далее. А так, человек – это целостная система. Соответственно, голос – это как часть целостного, безусловно, часть всего целого. Поэтому голос связан со всем. Но его можно как-то использовать для того или иного, для того, чтобы тоже менять состояние. Конечно же, это голосовые связки, которые расположены здесь, да, в какой-то нашей гортане. Но кроме этого, есть челюсть, есть голова, это наши резонаторы, грудная клетка, резонатор. Звук нашего голоса передаётся по костям в нашем теле и усиливается в наших резонаторах. Соответственно, вообще 80% голосовой такой энергии вибрационной не выходит за рамки тела. Это то, что поглощается телом. И только 20% нашего голоса выходит вовне. И, в общем-то, для этого есть инструменты, чтобы понять, как этот голос можно использовать внутри, для целей организма, для того, чтобы наладить какие-то системы. Можно много что сделать с голосом, много. Ну, как минимум, звучание такое глубокое, обертонное, вибрационное, оно – это внутренний массаж, это вибрационное воздействие на наши органы. На лёгкие, на сердце в первую очередь, потому что это вот здесь находится. Там, в зоне, вот, в близости к голосовым связкам, это вибрация, которая массирует органы. Ещё наш голос воздействует на нервную систему. То есть мы можем управлять своими состояниями через голос. Мы можем себя успокаивать или взбадривать, так если коротко. В общем, балансировать своё состояние за счёт собственного голоса. А вот если говорить про понятие йога-голоса, что это вообще такое и как оно возникло? Йога-голоса – это авторская методика, которую создали авторы, родоначальники этого направления, современники наши, наши соотечественники – это Олег Российский и Ирина Казаченко. Они синтегрировали вот эту практику из разных традиций. И, в принципе, в неё можно включить и традиции, там, даосские, цигун, йоговские практики. А также это телесно-ориентированная психотерапия. Это то, что мы можем прозвучать какие-то чувства, которые у нас есть внутри. Иногда это то, что не приветствуется в социуме. Это какое-то, может быть, и боль, и раздражение, и недовольство, и гнев, и агрессия. Мы через голос это всё можем выгрузить, чтобы оно нас там не прессовало внутри, чтобы не доводить это до заболеваний уже психосоматических. А также можно поработать вообще с травмами какими-то, в том числе с детскими проработать травмы. То есть позволить себе выпустить то, что там глубоко заложено. Вскрыть такой чувственный план, поработать с эмоциями через голос. А также йога голоса помогает вообще наладить контакт с телом. Вот у нас есть наше мышление, наша голова, ум, скажем так, то, чем мы анализируем. Это происходящее, то, что мы используем как инструмент мышления, аналитический аппарат. Мы живём здесь в голове. И из-за того, что очень много перегрузки в современном обществе информационного шума, мы теряем, на самом деле, контакт со своими чувствами, с ощущениями в теле. И, в общем-то, становимся в некотором смысле отрезаны от тела. А тело, оно нам даёт знаки, в том числе самые уже яркие проявления – это болезни. То есть когда мы настолько не чувствуем тело, что оно нам сигнализирует, что мы устали, что нам нужно спать, например, достаточно, или кушать, и вообще соблюдать какой-то режим дня. Но мы это всё игнорируем, потому что мы живём в голове. И вот звучание, звучание через такие практики, когда мы не специальные песни поём, или даже не священные звуки мантр, а мы просто поём некие звуки, самые простые, на самом своём удобном разговорным голосом. И погружаем своё внимание внутрь. Просто внимание гоняем по телу, туда-сюда, или просто звучим как-то расслабленно, спокойно. И это даёт нам как бы канал такой в тело, что мы можем туда погрузиться, побыть там внутри и почувствовать вообще, что сейчас с нами происходит. И за счёт этого вот через инструменты йоги-голоса мы можем себя чувствовать лучше, лучше слышать и балансировать свои состояния. А как вы используете голос, чтобы найти новые пути в теле, может быть, в сознании? Ну, во-первых, можно через голод освобождать свои какие-то негативные чувства или эмоции. А также же сбрасывать напряжение, например. Есть такой инструмент, как озвученный выдох. Вот мы устали, например, бегали-бегали-бегали, устали, сели, и делаем так. Выдохнули. Мы можем просто выдохнуть. Но если мы выдохнем с голосом, это процентов на 50 больше даёт эффекта. То есть сброс напряжения, например. Это как минимум. Это такой инструмент, озвученный выдох, расслабленный, расслабляющий, освобождающий. Это инструмент номер один, который бы я рекомендовала просто всем освоить. То есть не просто выдохнуть, а выдохнуть с голоса. Вот, например, так. Как я могу ещё исследовать своё тело, например? Здесь мы, конечно, не рентгеном не занимаемся, они не направляем прямо уж так целенаправленно на луч лазерный куда-нибудь в почке, в печень, в желудок и так далее. Но мы можем направить поток звучания просто в своё тело. И, например, если это делать какое-то время, расслабленно, звучать какой-нибудь звук типа такого. Во-первых, это нас переводит уже в расслабленное состояние. Это нас переводит в альфа-состояние, где мы переключаем фокус внимания извне вовнутрь. Мы замедляемся, успокаиваемся. За счёт этих вибраций мы немножечко, скажем, чувствуем тело лучше. И мы можем как бы погружать внутренний взор в своё тело. Если нас что-то беспокоит, например, я не знаю, болит живот, реально можно посидеть и позвучать в живот. И через какое-то время наступит такой эффект, и достаточно быстро, я хочу сказать, с этими практиками наступает эффект расслабления. Снимаются болевые симптомы. То есть звук, он как бы изнутри делает массаж. Мы звучим, расслабляемся, углубляется дыхание. И звук изнутри, как бы немножечко, скажем, добавляя вибрации, просто расслабляет там напряжение. Убирает какой-то спазм, блок телесный. И так постепенно можно даже себя оздоравливать. А вот вы озвучили альфа-состояние. Вообще, какие бывают состояния, и как они проявляются в нашем деле, вообще в жизни? Могу выделить, значит, самые, так скажем, известные, о них можно всегда почитать, альфа-состояние. Оно везде используется как такое очень хорошее качественное состояние, в котором человек спокоен. У него нет суеты, он расслаблен, спокоен, и у него хорошо работает внимание. В принципе, все йоги, все йоговские практики, они ведут нас к тому, чтобы мы вышли из бета-состояния. Это очень активное состояние нашего мышления, это суета, это, может быть, даже повышенная тревожность. Там тоже есть градация. Бета-состояние – это такое наше рабочее состояние. Альфа – это наше спокойное состояние, в котором мы расслаблены, спокойны, можем сконцентрироваться на задаче. У нас внимание работает, оно не разбросано, а оно сконцентрировано. И мы в спокойствии. Это первое такое самое классное состояние. В нем хорошо учиться, в принципе, медитировать. В общем, это такое идеальное состояние. Но есть более глубокие состояния, то есть это частота вибраций мозга нашего. Вот бета-состояние – это максимально раскрученное такое состояние. Можно сказать, туда относится вся тревога, суета, деловая активность. Альфа – это первый уровень спокойного состояния. Дальше идет тета-состояние – промежуточное между сном и бодрствованием. И уже после него дельта-состояние – это самые медленные колебания клеток нашего мозга. И оно соответствует глубокому сну без сновидений. Вот звукотерапия занимается тем, что она работает как раз с этими состояниями. То есть мы погружаем человека как минимум в альфа-состояние. Это состояние наблюдателя, внимание работает, при этом полное спокойствие. Тета-состояние между сном и бодрствованием, пограничное – это уже работа с подсознанием. Там выгружаются какие-то вещи, которые глубоко в подсознании. Ну, в принципе, типа похожи на сон, но это еще не сон. Мы можем это наблюдать и потом анализировать. Ну и дельта – это глубокий сон, в котором происходит перезагрузка всех систем организма. Это то, чего не хватает современному человеку у нас в городской среде, потому что люди просто не успевают туда погрузиться, дойти до этого глубокого состояния релаксации, в которой расслабляются все системы и перезагружаются. А как проходит полноценный сеанс йоги-голоса? Ну, я бы не назвала это сеансом, скорее, это занятие. Это занятие по йоге-голоса. Обычно я предпочитаю вести групповые практики. То есть собираются люди, мы делаем какие-то упражнения на снятие напряжения телесного, двигаем телом, иногда танцуем, иногда топаем, сделаем тряски всякие, которые помогают сбросить напряжение. И практически всегда мы добавляем во все движения голос. То есть если мы топаем, мы говорим «хоу», «хоу», если мы там делаем движения, вот этот озвученный выдох, «ааааа», мы везде добавляем голос. И занимаясь упражнениями, мы работаем с напряжениями, то есть мы от них освобождаемся через движение тела и через голос. И постепенно мы утончаемся от грубых таких вибраций физических до тонких. Мы можем поработать с элементами стихии – земля, вода, огонь, воздух. То есть у каждой стихии есть какой-то свой звук, например. Мы можем работать с телом, с какими-то частями тела. Мы можем звучать в ноги, мы можем звучать в таз, звучать в сердце или звучать из сердца. Мы можем звучать в голову. И как бы мы проходим через все слои. Любой, можно сказать, способ прохождения можно придумать, выбрать. Можно пойти по чакрам, если мы выберем такую традицию из йоги. Можно пойти по дантяням, даосские практики. Во всех традициях можно найти практики работы с голосом. И так как у меня большой опыт йоги в разных направлениях, я беру от разных традиций какие-то практики. То есть это не опасно, не мешает, да, вот эта история смешивать разные традиции в работе? Вы знаете, за что я люблю йогу голоса? Что здесь как раз все можно. Ничего не опасно. Как раз я много изучала традиции, направлений. У меня есть моя духовная традиция, в рамках которой я практикую для себя. И преподавая практики йоги голоса и другие звукотерапевтические направления, я смешиваю. И лично я не вижу никакого в этом криминала. В принципе, мы сейчас живем во времена такого мета-модерна. И если они все на благо, это, в общем-то, для здоровья. Здесь нет никакой-то именно духовной такой традиции, которая подразумевала бы, ну, такие скрепы, да, по которым мы идем шаги. В основном это можно назвать больше телесно-ориентированной психотерапией. И в которую мы вкладываем, вот, как бы, наполняем разными элементами. Я знаю, что у вас есть пространство в Москве, которое называется Йога-гонг-студию. Как пришла идея создания вот такого пространства? Идея создания пространства вытекала из моих практик. Я как преподаватель кундалини-йоги и уже какое-то время работала с гонгами. Мне нужно было просто пространство. У меня были гонги, и ни один, ни два, их уже стало много. Так сложилось, что я вот так вовлеклась в эту тему, что у меня появилось сразу много гонгов. Для них нужно было место. Сначала я путешествовала по студиям Москвы. Ну, и в какой-то момент я поняла, что надо создавать свою студию. Всё, нашла помещение и сделала эту студию. Назвала её сразу студией звукотерапии, потому что я поняла, что этого нет в Москве. Ну, то есть студии йоги есть, а отдельно, прям вот, целенаправленно студии звукотерапии не было на тот момент. И я поняла, что надо создавать такой центр, в котором бы были и практики, и обучение, и магазин инструментов, которые мы используем для звукотерапии. Мы уже существуем с 2016 года, и поэтому уже развились в какой-то степени. А какие у вашей студии проходят сеансы? Основное наше направление, конечно, это гонги. Гонг-медитация. Но мы также привлекаем туда мастеров других направлений. Например, у нас приходят, проводят свои мастер-классы мастера по чашам. И я, и мои коллеги проводим практики по йоге голоса. Но гонг – это основное. То есть сессии гонг-медитации у нас проходят регулярно, и это наша фишка. У нас большое количество гонгов, они разные, мы их меняем под разные задачи. У нас небольшая студия на 10 человек, и поэтому она камерная. Мы приглашаем туда от одного до десяти человек, и вот под запрос делаем практики такие. Мы их по-разному называем, например. То есть для новичков мы предлагаем купание звуков гонгов. То есть те, кто еще не знакомы, такое, оно глубокое погружение, но оно мягкое, оно больше заточено на то, чтобы человек расслабился и получил удовольствие. Но есть такие более мощные практики, трансформационные. Мы назвали ее крещендо. Это максимально громкий звук для тех, кто уже понимает, что им нужно. В наше время есть потребность у людей в таком мощном воздействии звуков гонгов. А гонги – это инструменты, которые пробирают очень глубоко и мощно, воздействуют и на тело, и на мозг, и на каждую клеточку организма. А в чем отличие именно гонг-медитации от терапии другими инструментами? Ну, в общем, я вот, например, принесла какое-то количество других инструментов. Гонг я сегодня не принесла, потому что он очень большой и тяжелый, и ему место нужно в пространстве. Ну, скажу сначала про гонг. Гонг – это действительно большой и мощный инструмент. У него огромный спектр звуков от самых низких частот, от инфразвука, который уходит в спектр неслышимых частот. То есть мы не слышим их ушами, но слышим тело. Тело, кости наши воспринимают эти вибрации, и вплоть до очень высоких частот. То есть это большой диапазон. А также у него большая громкость, большая длина волны, и поэтому гонг воздействует на пространство, сразу по многим телам проходится. То есть это хороший инструмент для групповой работы. На большие территории пространство работает мощный звук. А другие инструменты, они, скажем, потише. Например, если брать звукотерапию чашами поющими, то там есть тоже разновидности разных практик, разных техник. Но эта чаша не так далеко звучит, как гонг, и поэтому пространство ближе нужно к телу человека. То есть чаши работают на меньшее пространство. И если вот мы хотим добиться примерно такого же эффекта на расслабление тела, ткани и так далее, то это больше контактный массаж. То есть чашу ставят, можно на тело ставить и делать звуковой массаж. А гонг действует издалека. Потом все эти инструменты, они также распределяются по спектру частот. Вот, например, такие инструменты – это шуршащие. Они имитируют звук дождя, звук воды, есть такие оушен-драмы, шум океана. Для того, чтобы какой-то определенный вот наша телесная часть подверглись именно этим частотам, мы берем эти инструменты. Они вот так действуют определенным образом. Похожи на звук воды, например. Чаша – это совершенно другие частоты, другой спектр. По-разному можно интерпретировать, на что похож. А гонг, например, это обычно говорят, что похоже на космос, потому что там есть все звуки, там их очень много. И наш мозг, наше тело на все эти инструменты реагируют по-разному. То есть мастера звукотерапии, они вот выбирают, каким инструментом им пользоваться, да. Кому-то ближе чаша, им нравится это просто. Кому-то ближе, там, деревянные инструменты, может быть, диджериду. Бубные барабаны тоже относятся к звукотерапевтическим инструментам. Кому-то нравятся кристаллические инструменты, чаши поющие кристаллические, разные симфонии такие звонкие. Вот, а для меня основной инструмент – это гонг и голос. А так интересно, а могли бы продемонстрировать оставшиеся инструменты? Да, вот я брала это уже, вот, например, такие, имитация камушков, да. Если человеку близко к телу, ну, может быть, и даже не очень близко так вот пошуршать, мозг соассоциирует этот звук с какими-то вот камушками, может быть, да, на море, там, как будто что-то такое. Это его перенесет в одно пространство, например. А вот такой инструмент, он уже мелодический. Вот он что вам напоминает? Музыку ветра вот, да? Это музыка ветра, конечно, она и есть, музыка ветра. Многие говорят, что это им напоминает неваляшку в детстве. И мы вот так подносим человеку близко к голове, так, к одному ушку, к другому. Ну да, что-то из детства такое. Да, и наш мозг в расслабленном состоянии, в тета-состоянии переносит нас в детство. А это время, когда мы еще не были ограничены, зашорены и еще до всех уровней. Беззаботные были. Беззаботные. Это ресурсное состояние. И за счет этих инструментов мы переносим человека в такие разные состояния. То на море, то в лес, то в детство, то в космос. И оттуда человек как бы набирает в себе ресурс. Во-первых, он расслабляется, отдыхает и берет что-то ценное. Это глубокая практика. Но есть такие инструменты, которые по-разному, в разные состояния уносят человека. А есть, которые возвращают. Например, они очень высокочастотные и яркие. И вот, например, эти высокочастотные чакрофоны, 3,5 тысячи герц, например, они очень яркий звук дают. Это как витамин для головного мозга. Это для пробуждения, для концентрации, для активации мозга. То есть за счет разных инструментов мы в разные состояния, в разные частоты переводим мозг человека. И вот оно для чего-то нужно. А что бы Вы посоветовали людям, которые хотят начать гонг-медитацию, попробовать это? Что самое важное было бы? Ну, во-первых, сложно передать на словах эти ощущения. Гонг-медитация – это в первую очередь про расслабление, про релаксацию, про снятие стресса и напряжения. Конечно, если человек еще никогда не был на таких практиках, лучше всего пойти по рекомендациям кого-то, кто был. Если кому-то понравилась такая практика, спросить, узнать, кто их проводит, и посетить каких-то опытных мастеров. Потому что гонг – это мощный инструмент, и он может, конечно, в каких-то случаях даже напугать, если человек не готов к этим вибрациям. Поэтому лучше идти к опытным мастерам, которые понимают, как для новичков преподнести этот процесс. Настроиться на то, что это необычное путешествие, мозг может по-разному интерпретировать. Довериться, расслабиться, отнестись к этому как к целительной процедуре, ну, либо просто как к получению нового опыта. И первое посещение даст какую-то информацию – мое, не мое. Кому-то нравится звук металла, кому-то не очень нравится. Но если это ваше, то это точно не оставит равнодушным человека. И он, как бы, обычно люди загораются, что это что-то очень необычное. Мозг включается, активируется, происходит некое такое расширенное состояние сознания. В общем, новый опыт. За всю историю вашей работы с гонкомедитациями, практики, были ли какие-то поразительные, может быть, истории, либо результаты у ваших клиентов? Вообще, у меня у самой это было так ярко выражено, что я пошла этим путем. То есть первый результат я получила сама. И я вышла из депрессии на самом деле. То есть я пребывала вот в этом своем кризисном состоянии, в депрессийном состоянии, мне ничего не радовало. Я ходила на йогу, ну, как какой-то последний шанс такой. И, в общем-то, вообще ни во что не верила. То есть мне казалось, что жизнь уже все закончилась. Я прям реально депрессией была. И после гонг-сессии первой я вышла новым человеком. То есть у меня как будто жизнь что-то перестроилась внутри, глаза открылись, и жизнь заиграла красками. И я поняла, что-то... Что-то в этом есть. Да. Что все поменялось, и мне стало интересно. Я поняла, что мой мозг, вот он ведь вышел из того ступора. Он из состояния минуса прям вот куда-то взметнулся, скажем так. Все раскрылось. И все пошло по-другому. То есть для меня это был прямо вот такой вот жизненно важный момент, после чего начала перестраиваться. И, конечно же, это я наблюдаю сплошь и рядом. Ну, у кого какое состояние? То есть если это кризисное состояние или тяжелые какие-то вещи, человек не может в каком-то тупике находиться, то очень часто это прям очень ярко видно, что из одного какого-то неприятного, не очень качественного состояния можно перейти прям качественно в другой уровень. Если, в принципе, у человека и так все в порядке, в общем-то, он живет своей такой комфортной жизнью, проявляется, там, у него нет каких-то там депрессий. Для него обычно, очень часто я замечаю у людей, есть вау-эффект. Прям люди выходят, что это было? Как будто я потерял ощущение тела. Как будто я вообще исчез. Я видел просто космический полет. Я видел, как мелькают какие-то... Для меня я называю что-то образы сакральной геометрии. Движение энергии, световые какие-то лучи. То есть это что-то очень нечеловеческое. Мозг интерпретирует вот это погружение в эти вибрации звуковые, как что-то настолько необычное, настолько непривычное для него, для обычной жизни, что там слетают как бы все вот... Матрица рушится, в общем. Человек выходит за пределы. И наш мозг интерпретирует это как космос. Это трансперсональное состояние. То есть за пределы личности, персоны. То есть опыт, который вообще в жизни люди получают иногда в очень критичных состояниях. Критичных там пограничный опыт между жизнью и смертью. То есть очень похожий. То есть можно пережить какие-то пограничные состояния. После этого человек реально меняется. Он может задуматься о чем-то. Это может быть даже духовный опыт. Это может быть в любом случае такое запредельное, трансперсональное, трансформационное путешествие. И это я слышу достаточно часто. Правда ли, что гонг-медитация используется даже в лечении зависимости? У вас был такой опыт? Да. В общем-то, опять же, я занималась кундалини-йогой. До того момента, как я стала изаниматься, у меня был пучок проблем на самом деле. У меня были зависимости. Там и алкоголь был в моей жизни, и курение. И потом это все закончилось вот какой-то депрессией. Когда я начала заниматься именно кундалини-йогой, в которой гонг как инструмент для практики присутствовал просто элементом. Да. Вот мощные трансформации начали происходить всего вместе. Прям вот один гонг в таком релакс-формате. И я не думаю, что он серьезно поможет с зависимостями. А вот в комплексном подходе для кого-то это кундалини-йога плюс гонг-медитация, для кого-то это, может, психотерапия или какие-то вещи, там, 12-шаговые системы. И плюс вот такие звуковибрационные воздействия, которые реально действуют на мозг. Они структуры мозга, ну, скажем так, вот это массаж не только тела, но и мозга в том числе. То есть те наши шаблонные паттерны, по которым наша зависимость, скажем так, циркулирует, эти звуки помогают штрихнуть, то есть как бы разрушить вот эту колею. Да, вот в этом в связке с терапией очень помогает, как вот дополняющий инструмент. А бывает ли, что звукотерапия не оказывает вообще никакого воздействия? Да, бывает, конечно. Вообще, звукотерапия, скажем так, это всё равно не совсем хорошо исследованный инструмент. Вообще, на Западе стараются избегать слова терапия, потому что терапия относится к медицине. И так как мы работаем в рамках, как бы, то есть не работаем в рамках доказательной медицины, у нас нет никакой собранной базы, как это помогает именно, как терапия. Мы это скорее называем саунд-хиллинг. Хиллинг – это такое немножечко более расслабленное понятие. Целительство. Звукотерапия, как и саунд-хиллинг, работают на то, чтобы вернуть человеку целостность. Целостность. То есть сбалансировать его, успокоить нервную систему, если она вышла из баланса. В спокойном состоянии человек может самоисцеляться. То есть у нас мы возвращаем человека к тому состоянию, в котором включается самоисцеление. Существуют ли какие-то противопоказания к занятиям? Ну, так как есть разные тоже моменты воздействия. Вот, например, контактный массаж чашами – это одно. Мы близко к телу двигаем и направляем. Вибрации, они проходят. Их можно ставить на грудь, на живот, на спину. И у этого метода есть свои противопоказания. Они больше относятся к части такой звуковибрационной, вибрационной терапии. Соответственно, мы смотрим показания воздействия на органы вибрационными методами. Так как я работаю в большей степени с акустическим элементом, в том числе гонг-медитация – это всё-таки бесконтактный метод, да? В целом мы не так точно воздействуем на органы. То есть медицинских противопоказаний мы практически не берём. Но на всякий случай мы избегаем что-то. Например, можно сказать, про беременность первого триместра. На всякий случай. Высокое давление, гипертония. Тоже могут быть какие-то… То есть давление звука может усилить это состояние. Естественно, мы избегаем… Стараемся не брать на наши сессии людей с психическими расстройствами. То есть наши практики для здоровых людей, в общем-то. Если есть какие-то диагнозы, в любом случае нужно обратиться к врачу и сообщить, что я хочу вот на такую процедуру пойти, можно ли мне. Пусть врач подумает о том, можно ли человеку с этим диагнозом идти. Ну и в любых острых состояниях не рекомендуется. А какой самый полезный опыт вы получили в качестве преподавателя йоги-голоса, гонг-медитации? За 10 лет, можно сказать, практик, даже больше 10-ти лет много разных опытов. И они тоже меняются. То есть я тоже двигаюсь, меняю практику, меняю подходы. Например, сначала это у меня была кундалини-йога с гонг-медитацией. Потом я больше в звукотерапию исследовать пошла. Самое приятное, что я нахожу в этом, и почему я продолжаю следовать этому пути, это обратная связь от людей. То есть я сама на самом деле не знаю, что будет с человеком в результате вот этого, вот этой гонг-сессии или какой-то еще звукового процесса, или класса по йоге-голоса. Но каждый раз мне люди что-то рассказывают, что с ними произошло. И, конечно, я вижу большой часто такой эффект освобождения чувств. Самое сильное это бывает, когда человек в состоянии, например, горя, проживает утрату, например, близкого человека, и то, насколько сильно ему помогают эти практики освободиться, особенно голосовые практики. Я вижу огромную пользу такую психотерапевтическую в этом процессе. Звуковые практики и голос, и гонги, и вот и чаши помогают работать с болью. То есть они снимают просто болевой симптом, там, суставные, суставные боли, напряжение тела, расслабляется дыхание. То есть вот это постоянно происходит. То есть каких-то выделить отсюда самое яркое, я не могу. Мне кажется, самое яркое я сама получаю от состояния работы, вот какого-то взаимодействия с людьми. И каждый раз я вдохновляюсь этой обратной связью, чтобы продолжать это делать дальше. А у вас бывает сейчас состояние опустошенности, упадок сил, может быть? Что вы тогда делаете, если бывают такие состояния? С тех пор, когда у меня была депрессия, это у меня было 35-36 лет, и я начала двигаться в эти практики, вот у меня всё как бы всё гармоничнее и гармоничнее в жизни становится. И я практически не попадаю в какие-то, ну вот в какие-то прям такие деструктивные состояния, чтобы в них зависнуть надолго. То есть если это и бывает, конечно, случается. Конечно, бывает, что у меня какая-то стрессовая ситуация, там я переволновалась, там, или раздражение на что-то бывает. И в общем-то я от них как бы их не избегаю. На самом деле я очень научилась быстро их переваривать. То есть я научилась их проживать в моменте, не заталкивать себя, не избегать. Я позволяю себе эмоции. Я научилась много себе позволять, быть свободной в своих проявлениях. И за счёт этого я очень быстро освобождаюсь от негативного чего-то. Упадок сил, конечно, бывает. Кстати, я себе позволяю отдыхать. Я научилась, да, может быть, это с возрастом, может быть, с практиками. И я понимаю, что у меня нет ресурса, и я не могу ничего, допустим, делать. Но я тогда просто беру и ничего не делаю. Иногда можно себя простимулировать за счёт вот этих инструментов. У меня уже такой багаж этих инструментов, потому что я могу, конечно, как бы себя и, скажем, активировать, мобилизовать на какую-то деятельность, что-то сделать. Но я знаю, что это ограниченные усилия, что потом мне нужно отдохнуть. И, допустим, мне для этого не нужны ни практики звуковые. Отдыхать я предпочитаю в тишине, в темноте. Лучше всего сон, здоровый сон, такое естественное пробуждение. И тогда я возвращаюсь в ресурс. Я могу просто спокойно дальше работать. Дайте, пожалуйста, рекомендации всем нашим зрителям. Может быть, какие-то простые есть способы для стабилизации настроения, состояния. Может быть, какие-то ваши фишки, лайфхаки. Могу дать такие лайфхаки из телесно-голосовой терапии. Например, если вы встревожены, если у вас эмоции зашкаливают, на нервике таком, не можете расслабиться. Позвольте себе позвучать. Но для этого тоже нужно, как минимум, остановиться. Можно стоя, можно сидя, можно даже лёжа. Просто прикрыть глаза, направить внимание внутрь. Начать звучать такой просто спокойный звук. Это просто выдох со звуком на низкой частоте. И когда вы звучите, у вас удлиняется дыхание. Когда удлиняется дыхание, включается парасимпатика. Когда мы звучим на низкой частоте, это ближе к частоте тела. Можно внимание опускать в живот, расслабить живот, позволить себе животу спокойно вдыхать. И звуча выдыхать. Вот одно это звучание поможет перевести человека из состояния буквально паники там или какого-то очень сильного нервного перенапряжения, истерики, состояния покоя. Хотя бы это. То есть мы и дыхание замедляем, и за счёт вот этих вибраций происходит успокоение нервной системы. То есть там, на самом деле, очень комплексный эффект происходит. Вот. Ну а если нам нужно взбодриться, вообще, например, эмоции, высокие частоты, такая яркость, игривость. Здесь мы наоборот. Наоборот, нам нужно что-то такое яркое. Можно покричать, можно там похлопать в ладоши, поверещать. И энергия сразу запустится вверх. То есть она сразу пойдёт, запустится кровоток в ладони, в голову, высокие ноты. Это очень яркая вибрация в мозгу. Она запустит вот активацию процесса. Тогда вы на какое-то время взбодритесь. В общем, как минимум, низкое звучание, спокойное, глубокое, туда вниз, в грудь, в живот, в таз, в ноги. Это вас заземлит и успокоит. А если нужно активироваться, то звучим вверх, высоко, ярко и взбодриваемся. Вот как минимум так. Я вас очень благодарю за всё, что вы сегодня для нас рассказали, для такие классные, простые техники, действенные, да, которые мы уже можем начать применять. И также, если у вас есть ещё что-то сказать нашим зрителям, можете вот к ним обратиться в завершении нашей передачи. Я хотела бы пригласить тех, кто смотрит, и кто неравнодушен к звуку, кто хочет использовать эти инструменты для своего здоровья и помогать другим. Пожалуйста, вы можете приходить в нашу йогу-гонг-студию на практике, а также обучиться этому всему. То есть я провожу обучающий семинар по игре на гонге. Очень глубоко изучила эту тему. У меня есть большой опыт, и я делюсь своим опытом. Это семинар по обучению игры на гонге, в йогу-гонг-студии. А также, также я хочу вас пригласить на занятия по йоге голоса. Я регулярно веду в Москве, как регулярные занятия, два раза в неделю, в разных местах. Йогу-голоса – это вот телесно-голосовая здоровительная практика, через которую мы освобождаемся от массы напряжений, раскрываем себя как творческую личность, в том числе, улучшаем качество своего голоса, тембр, проявленность. И когда это регулярные практики, то это, конечно, даёт в совокупности хороший эффект. Так что приходите к нам заниматься и обучаться. Буду рада. Спасибо за приглашение. А как найти вас? Есть какой-то сайт или площадки? У нас есть сайт yoga-gong.ru. Также есть, конечно, всё в Телеграме. Меня зовут Виктория Яровая. И в Телеграме у меня есть свой канал, где я публикую расписание занятий. Друзья, вы смотрели программу «Гармония звука». С вами была я, Элина Гейман. Сегодня мы выяснили, какие инструменты помогают повысить работоспособность и выровнять эмоциональный фон, а также, почему так важно не забывать о собственном голосе. Хотите узнать больше? Тогда до новых встреч на Европа Плюс ТВ. Редактор субтитров А.Семкин